Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 27, парню 24. Вместе были год. Растался со мной, сказав, что его чувство пропало. Последние полгода встречался, потому что со мной удобно. Хотя в течение всего года обещал, что съедемся, обещал копить деньги на это, но постоянно не получалось. Познакомился с семьей, говорил, что очень меня любит, хочет быть со мной, проводил со мной каждый день, а чувствовал его любовь и поддержку. Сейчас очень горько, чувствую себя обманутой, писал ему после расставания, давай все исправим, поговорим, я тебя люблю, приезжай, если не приедешь, я начинаю новую жизнь. Он ответил, начиная, спасибо за все и заблокировал меня везде. Подскажите, пожалуйста, как мне ее начать, я очень сильно к нему привязал, сейчас зарегистрировался на сайте знакомств, хожу на свидание, пытаюсь заняться. Время максимально, но все равно вспоминаю про него периодически. Как мне легче бороться с болью? Ну, вообще говоря, вопрос поставлен некорректно. А если... Мы говорим о болью. С болью не нужно бороться, ее нужно проживать. У вас, вот, сформировался, на мой взгляд, такой образ, знаете, очень... Одинокого человек, хотя вы пишете, что уходите на свидание, вы пишете, что зарегистрировались на сайте знакомств, но... Все равно создается такой образ, образ максимально одинокого человека. И мне кажется, что вот то, что вы чувствуете себя максимально одной, ну, максимально одинокой, скажем так, И является одной из причин, почему вам, в принципе, нужно бороться с болью. То есть дело в том, что вам не с кем ее прожить, суть по всему, то есть либо вы никому не доверяете, либо... У вас, ну, контакты, вот, выстраиваются с людьми так, что место в них, ну, в контактах, в этих контактах место. Для, ну, доверительных взаимоотношений просто не остается. Конечно, я не знаю всех тонкостей, я не знаю, как ситуация обстоит наверняка. Возможно, что я не прав. Но пока что выглядит все вот таким образом. Я бы, конечно, не сказал бы, что для вас это максимально хорошо. Я бы не сказал, что для вас это как-то полезно. Я бы не сказал, что для вас это как-то вот, ну, правильно. Скажем так, давайте. Поэтому, на мой взгляд, работать вам нужно вот с этими аспектами. Как минимум, как минимум. Следующий аспект, на который вы обращаете внимание. Ну, вы знали, знали, знали. На мой взгляд, поверхность. Вы пишите, что, ну, привязались к человеку. Вот. Что здесь важно? Здесь важно то, за счет чего произошла привязка. То есть, что она, привязка, из себя представляет. Что она такое, эта привязка. Понимаете, да? Если вы сможете ответить для себя на этот вопрос. На вопрос о том, вот, за счет, ну, за счет чего. Что я к человеку привязалась. Какая такая моя потребность с человеком связана. То, на мой взгляд, вам будет легче. Сейчас вам тяжелее. Сейчас вам, в принципе, тяжело. Я могу понять, чем это связано. Потому, что вы чего-то хотите. Но не понимаете чего. Ну. То есть, вы вроде бы, вот, пишите, что, а, ну, что, во время, там, вы о нем думаете, да. А, ну, в каком ключе вы о нем думаете? Ну. В каком ключе вы о нем думаете? Что, вот, как бы, я к нему привязал. Ну, вот, если вы так пишете. А, то, само собой. Что привязались вы к нему, ну, за счет чего-то. Нужно увидеть, какое ваше желание или желание. Какие ваши состояния или состояния. Возникает контакт с ним. Чистично. 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 Вы об этом пишете. Чистично. Чистично вы описываете. Такое, такое, эээ, такое состояние, где говорите про то, что, эээ, чувствовали его поддержку, чувствовали его любовь. А, поддержка, поддержка, поддержка в чем, поддержка в чем, вам нужна. Так. Если вы нуждаетесь в любви, то, может быть, вы не любите себя. И если вы нуждаетесь в любви. Если вам нужна поддержка. Может быть, вы слишком много берете на себя. Эээ, взваливаете на себя. И, отсюда, получается, что вам нужна поддержка. Понятно, что могут быть и другие причины. Дальше. Вы поступаете, на мой взгляд, несколько странным образом. Вы говорите человеку, фактически, что начинаете новую жизнь. При этом, говорите, сами же при этом говорите, а как мне ее начать? То есть, молодому человеку вы говорите одно, а дела фактически обстоят. По-другому, получается. То есть, здесь, как будто бы, имеет место быть шантаж. Манипуляция. Очень важно понимать, с каким чувством вы так обращаетесь. Ну, я имею в виду, с каким чувством вы обращаетесь через манипуляцию. Ведь получается, что так вы, в кавычках, хорошо к себе относитесь. Понимаете, да? Ну и последнее. О чем, пожалуй, хочется сказать. Вот. Говоря о том, что вы не знаете, как вам начать новую жизнь, раскладывается довольно такое, я бы сказал, серьезное впечатление, что вам не очень интересно ваша жизнь. Как будто бы вы ей в своей жизни не привыкли интересоваться. Ну, есть она где-то и есть. Живете вы как-то и живете. А что вам интересно? Что вам нравится? Чего вы хотите? Какая у вас самая цель в жизни? Не ясно. Ну, один человек, и вы об этом написали несколько раз, говорил за помню, что съехаться и жить вместе. И для вас как будто бы это было самое главное. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему для вас это так важно? Просто складывается впечатление, что как будто бы вы то ли одной боитесь остаться. Боитесь за мной быть. То ли что-то еще. Фронт. 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 Так, однозначно сказать, конечно, но я надеюсь, что моя мысль листна. То есть, вместо того, чтобы как-то жить своей жизнью, двигаться по ней и в процессе насмотреть. Какие люди вам встречаются, например. Вы выбираете целенаправленно искать мужчин. Интересно, да? Вот, собственно, это меня и интересует. Начать вам вашу жизнь получится так тогда. У вас получится начать свою жизнь. Получится тогда, когда вы научитесь себя чувствовать. Когда вы научитесь замечать свои желания. Возможно, научитесь замечать и видеть свои личные границы, которые, на мой взгляд, сейчас вы не замечательны. Ну, по факту, игнорируя их. Вот, когда вы научитесь слышать себя. А в отношениях с другими людьми замечают личные границы, чувствуют их, слышат, в том числе и себя. Это очень важный момент. Вот такая в данном случае ситуация. То есть иными словами я бы сказал, что мы можем говорить о том, что вам нужно в психотерапе по тем аспектам, которые я озвучил. Только так можно решить проблему вашу, которую вы описываете последовательно и постепенно. И начинать нужно с проживания боли. Проживания более расставать. Вполне, знаете, нормально, совершенно обычное, естественное чувство собственного молодого человека своего вспоминает. Как вы говорите? Именно благодаря этому. То есть вы вспоминаете его благодаря тому, что, скажем так, вы нуждаетесь в определенном состоянии. У вас есть в этом попробуем. И это так же абсолютно нормально. Дело в том, как вы достигаете того состояния, которое вам нужно, пока что, получается так, что вы его достигаете через других людей и, конечно же, становится зависимым. от этих самых других людей. Ну, как иначе. Иначе здесь, к сожалению, никак. А вот такой ответ я бы хотел вам сейчас дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Продолжение следует... По моему ответу.